Всем привет, с вами Аня, и на моем канале недавно вышло два ролика, в одном из которых я откровенно рассказала, что столкнулась с такой проблемой, как зачатие малыша, а в другом ролике рассказала, что я делала на протяжении года, какой путь я прошла и как мне удалось побороть такой диагноз, как железодефицитная анемия. В комментариях под роликом вы сказали, что вам интересно рассказать подробнее про анемию, поэтому прямо сейчас я вот уже сижу и снимаю этот ролик, в котором расскажу все-все-все, что я знаю про анемию, что я узнала за этот год, и все, что я делала, все, что сработало для меня, потому что сейчас такого диагноза, как анемия, у меня нет. И кстати, если вы еще не подписаны на канал Магери Ильи, который является моим лечащим врачом, то обязательно подписывайтесь, ссылочку оставлю внизу в комментариях. У него очень много прямых эфиров, в том числе и посвященных анемии, поэтому подписывайтесь и смотрите непосредственно там, и черпайте оттуда еще полезную для себя информацию. Сразу скажу, что я буду говорить очень простым, понятным языком, потому что цель моя не дать вам теорию, а рассказать именно то, что сработало и сработало для меня. Я не претендую на то, что это 100% все верно, то, что мне удалось узнать за год, помимо того, что я проходила лечение у Маги и у Ильи Магери, я еще и изучала информацию дополнительно, параллельно покупала вебинары, читала различную литературу. Ну что, начнем? Если вы прямо сейчас откроете википедию, то прочитайте, что анемия это такое состояние патологическое, для которого характерно уменьшение количества эритроцитов и снижение содержания гемоглобина в единице объема крови. По статистике в мире одна треть людей, из которых каждая вторая эта женщина, страдают анемией, и если не явной, то скрытой. Как же выявить, что у вас анемия? Периодически вы сдаете общий анализ крови, в числе которых один из показателей является показатель гемоглобина. Если у вас показатели эти в норме, то ваш врач говорит, что вы здоровы, до свидания. А у некоторых гемоглобин даже выше нормы, и они этим гордятся, хотя на самом деле это тоже является проблемой, но об этом поговорим чуть позже. Показатели гемоглобина в норме не говорят о том, что у вас нет анемии. Дело в том, что у нас очень умный организм, и гемоглобин переносит кислород всему нашему телу, всем нашим органам, всем нашим клеткам, поэтому тело природы наше очень умное и предусмотрело, что гемоглобин жизненно необходим, и он падает только в последнюю очередь. Поэтому, если у вас показатели гемоглобина падают, то это значит, что вы уже дошли до критической точки, вы израсходовали все запасы железа, и, соответственно, у вас уже явная анемия, с которой намного сложнее бороться. Поэтому, пока этого не случилось, пока ваш гемоглобин еще в норме, периодически проверяйте помимо гемоглобина у себя и у ваших близких другие показатели. В первую очередь сдайте ферритин. Ферритин это депо железа, то есть запасы железа, которые необходимы всему нашему организму. Ферритин должен равняться примерно вашему весу, то есть если я вешу сейчас 53 килограмма, то мой ферритин должен быть хотя бы 50-60. Год назад ферритин у меня равнялся 10, и сейчас, спустя 9 месяцев лечения, которое я проходила, он уже равняется 66. То есть результат, да, был небыстрый, и это действительно была работа ежедневная над собой, для того, чтобы этот ферритин поднять. Тот же Магерий Илья говорит, что для успешного зачатия и вынашивания необходимо, чтобы ваш ферритин был 100. То есть вот прям 100, это прям топчик, это то, что вам необходимо и то, к чему нужно стремиться. Если же показатели ферритина ниже вашего веса, то у вас железодефицитная анемия. Помимо ферритина и гемоглобина, необходимо также проверить и другие показатели, почему железо так плохо усваивается в организме. Это витамин В12 и показатель общего белка. Если эти два показателя не в норме, то их необходимо в срочном порядке восполнить. Показатель общего белка должен быть не ниже 75, а показатель В12 должен стремиться к верхней границе, то есть где-то 700-800. Если же ваши показатели существенно ниже, то обратите внимание на свой рацион, сколько белка вы потребляете, потому что гемоглобин, он состоит не только из железа, но он состоит в том числе и из белка. Без белка железо должным образом не усвоится в вашем организме. Также анемия может быть вызвана недостаточностью витамина А, фолиевой кислоты, витамина С, рибофлавина и меди. Кстати, при нехватке именно витамина В12 и фолиевой кислоты, как раз таки ваши показатели гемоглобина будут выше нормы. Это тоже патология, потому что при этом эритроцит, который как раз таки переносит кислород в клетку, он становится большим, они слипаются и просто-напросто он в эту клетку зайти не может. То есть он не может передать кислород вашим клеточкам и соответственно тоже возникает это же самое анемия. Как я уже сказала простым языком, анемия значит то, что вашим клеткам в прямом смысле не хватает кислорода. А это еще как влияет на ваше состояние, на ваше здоровье. Признаки анемии. Слабость, головокружение, головная боль, одышка, снижение аппетита, бледность или новатым оттенком, ломкость и выпадение волос, запоры, стоматит, глухость, сердечных тонов. Если у вас есть хоть один из этих признаков, то вам необходимо срочно провериться на анемию. А даже если нет, все равно, пожалуйста, проверьте, это лишним не будет. Потому что, как я уже сказала, анемия может быть и скрытой. Почему же анемией страдает такое огромное количество людей? Во-первых, это наше питание. Мы едим недостаточно белка, едим недостаточно пищи, богатой железом. Плюс это наш образ жизни. Он сейчас является очень-очень малоподвижным. Как правило, мы сидим в помещениях, и если куда-то даже выходим, то идем в другое помещение, чтобы тоже там посидеть. И в лучшем случае некоторые люди входят в душный, потный спортзал, в котором качают попу, тягают железо. И, кстати, при анемии это может быть даже во вред. Чему же большинство из тех, кто страдает анемией, это женщины. Запасы железа необходимы нам на случай непредвиденных обстоятельств. И большой запас железа теряется при различных кровопотерях. Операциях, серьезных заболеваниях, в том числе и при родах, при кесарево сечении, при обильных месячных. Организм может восстановиться постепенно и сам, но если кровопотеря была очень сильной, то без посторонней помощи, без помощи извне, организм может сам и не справиться. В родах, женщина теряет около 10% крови, и это считается нормой. Но если у женщины была до этого анемия, то восстановление не происходит. Поэтому вопросом анемии в идеале заняться еще вообще до беременности. И, кстати, у некоторых при анемии эта самая беременность вообще может не наступать. Потому что наш организм очень умный, и он говорит, господи, у тебя у самой тут анемия, мы находимся на грани выживания, а ты тут собралась еще ребеночка вынашивать, ты что, сдурела? И беременность либо вообще не наступает, либо прерывается на ранних сроках, либо же замирает. К сожалению, и это не единичный случай, таких случаев очень много. Это у нас вот так природа предусмотрена, организм расставляет свои приоритеты. Да, у нас есть инстинкт размножения, но когда организм сам находится на стадии выживания, а анемия это нехватка кислорода всему телу, всему организму, нашей маточке, то организм говорит, как бы, я не готов, мы сами сейчас находимся не в ресурсном состоянии, соответственно, этот ребенок не в приоритете, и беременность прерывается. И, кстати, тяжелая анемия влияет на запасы железа у новорожденного ребеночка. Помимо всего этого, на запасы железа у малыша влияют такие факторы, как то количество крови, которое перешло из плаценты к малышу, то есть сколько его крови после родов вернулось ему обратно, об этом у меня на канале есть ролик пуповины новорожденного, кто его не смотрел, обязательно посмотрите. И второе, это вес и доношность, потому что у маловесных и недоношенных детей также запасы железа будут намного меньше. Так, а теперь перейдем непосредственно к тому, что я делала на протяжении этих 9 месяцев и что мне помогло. Как я уже сказала, это была настоящая борьба, это не было так, что я выпила волшебную пилюльку и хоп, железо у меня повысилось, анемия прошла. Нет, девочки, это действительно была ежедневная борьба, работа над собой, работа над своим телом. Да, вы можете встретить в интернете такую информацию, как внутривенное вливание препаратов железа, но у этой процедуры есть очень много рисков, обязательно про них прочитайте, прежде чем вообще думать об этой процедуре. Плюс, как говорит тот же Илья Юрьевич, представьте, ваш организм, к примеру, был всю жизнь в стрессе, и вы ему такие, хопа, и дозу огромной железа, и выводите его в еще больший стресс, он уже привык жить вроде как с таким вот запасом железа, а вы тут его так сильно нагружаете. Плюс, помимо всего этого, у этой процедуры есть минус в том, что железо очень сильно окрашивается, поэтому место введения инъекций и уколов может окраситься, поэтому, девочки, на это тоже обратите внимание. Мой уровень гемоглобина всю жизнь был 90, возможно, у меня всю жизнь была анемия, но кто же меня проверял, никто никогда не проверял, мне говорили, ты небольшого роста, и для тебя это нормально, как бы живи дальше, но у меня всю жизнь были действительно сильнейшие головные боли, я всю жизнь мучилась, мама меня водила по неврологам, хотя причиной, возможно, была как раз-таки это самое анемия. Сейчас мой уровень гемоглобина намного выше, и, как я уже сказала, ферритин запаса железа 66. Итак, в первую очередь, что мне прописали? Это диета, более активный образ жизни и препараты, да, при таком уровне железа, как у меня, мне уже просто диета не помогла, поэтому я принимала препараты. Почему диета это первостепенно? Как я уже говорила, в гемоглобине есть белковая часть и есть небелковая часть, для образования которой необходимо железом. Вы хоть раз задумывались, сколько белка вы потребляете, и что это за белок? Я вот не задумывалась. И вот к своим 27 годам заработала уже проблема с инсулином. И тут, хочешь не хочешь, пришлось уже следить за своим питанием, пришлось хоть чуть-чуть включить голову и задуматься над тем, что я ем. Пришлось добавить в пищу намного больше продуктов, содержащих железо. При этом из продуктов животного происхождения железо всасывается намного лучше, чем из продуктов растительного. Ну, это так вам для информации. Богаты железом мясо, особенно печень, субпродукты, рыба, птица в меньшей степени, яйца, икра. Из растительного это гречка, яблоки, бобовые, рыбы, шпинат, орехи, ягоды, морская капуста. Фитаты мешают всасыванию железа. Продукты, содержащие в себе фитаты, это зерна, злаковые овощи, семена, орехи. Мы предварительно их можем сбраживать, обжаривать, квасить, вымачивать, проращивать, делать все, чтобы содержание фитатов в них намного снизилось. Отличный пример блюда, которое содержит в себе большое количество железа, и которое прекрасно будет всасываться, это жирное мясо плюс квашеная капуста. Капустка помогает мясу намного лучше усваиваться, потому что это такой ферментированный продукт с высоким содержанием витамина С, и благодаря ему железо намного лучше усвоится. И еще одно важное правило. Ни в коем случае никогда не сочетайте препараты и пищу, богатую железом, с молочными продуктами, потому что молочка также мешает всасыванию. И да, кстати, сыр, сливочное масло, это тоже молочка, об этом не забывайте. Еще одно важное правило. Нельзя сочетать железо с феноловыми соединениями. Они также мешают всасыванию железа. Они содержатся в чае, кофе, в какао, поэтому мы их не сочетаем между собой. Ну как, у вас еще нет каши в голове? Не, на самом деле я знаю, что поначалу это непросто. И кажется, что, господи, как это вообще сочетать, это все очень сложно. В первое время вы можете заранее составлять себе меню, писать блюда, из чего эти блюда состоят, как вы и на чем его будете готовить, и тогда вы уже будете оценивать, насколько это блюдо будет для вас полезным и насколько оно приблизит вас к вашей цели. А цель у нас явная – побороть анемию. Я не говорю, что молочку, чай, кофе вообще нельзя. Можно, но необходимо соблюдать определенный интервал, к примеру, 2-3 часа хотя бы между вот этой как раз-таки железосодержащей пищей, препаратами железа и молочкой, чая и кофе. Помимо этой диеты мне, конечно же, назначили еще и дополнительные препараты, потому что у меня был очень низкий ферритин, как я уже сказала, и все другие показатели железа тоже были, в принципе, такие низенькие. Препарат я пила все 9 месяцев, и хочу сказать, что препарат я меняла. Сначала я пробовала жидкую форму, потом все-таки перешла на препарат Сахер. Дозировку и конкретные препараты – это все делалось по согласованию с врачом. Каждые 2 месяца я пересдавала анализы, показатели потихонечку росли, но мне, как я думаю, и любому другому человеку хотелось, чтобы все было намного быстрее. Я даже расстраивалась, и мне казалось, что все это бесполезно, какая-то ерунда, потому что ничего не растет, ничего не меняется. Но хочу сказать, что цикл образования новых эритроцитов составляет 4 месяца. Поэтому, девочки, это технически невозможно попить месяц препарата железа, сказать, что фу, это не работает, и забыть об этом. Нет, для того, чтобы увидеть результат, вам нужно хотя бы непрерывно 3 месяца принимать определенные препараты, дозировку, ту дозировку, которую назначит вам врач. Помимо этого, нужно элементарно чаще быть на свежем воздухе, проходить в день минимум 10 тысяч шагов. Я себе цель ставила вообще 15, но и 10, да, действительно, с трудом выполнять приходится. Больше двигаться, делать какую-то легкую гимнастику, зарядку. Кстати, при анеме нельзя заниматься чрезмерными физическими нагрузками, потому что они еще больше забирают кислорода из клеток. Кроме железа, я принимала витамин С. Препарат также Сайхерб, также назначал мне врач, потому что, как я уже сказала, витамин С, он помогает усвоению железа. Также я принимала фолиевую кислоту по назначению врача, но недолго. Показатели фолиевой кислоты и B12 близки к верхней границе сейчас, что является очень хорошим признаком. Мимо всего этого говорят еще, что у анемии есть психосоматическая причина. Это неравнозначный обмен, дать брать. Если вы привыкли все время брать, брать, брать и ничего не давать взамен, то, соответственно, может возникнуть вот это вот нарушение энергии обмена и вследствие развиться эта самая анемия. Еще одну из причин я слышала, это не любовь к себе, недовольство к себе, разочарование в себе, постоянное самобичевание, соответственно, вы в прямом смысле сами себе перекрываете кислород. Вы себя не любите и вот таким образом у вас развивается анемия. Я думаю, что ко мне больше относится вторая причина, потому что я как раз-таки тот человек, который склонен к депрессии, склонен постоянно разочаровываться в себе, быть недовольным в себе. Вот я такой человек. Но с другой стороны, может быть я такой человек, потому что у меня всю жизнь была анемия, и у меня просто-напросто мозги на бекрине, и они нормально не работали, кто знает. В любом случае, девочки, все это просто пища для размышлений. Я не говорю, что это про вас, я не говорю, что это прям 100%. Это просто то, что я читала, то, что я встречала. Сейчас я намного себя лучше чувствую. Действительно, у меня намного меньше бывают головные боли, практически их не бывает. Если даже бывает какая-то кратковременная ситуация, чаще всего я реагирую на погоду, как, знаете, как бабуля какая-то уже. Но, тем не менее, да, это правда. У меня, помимо того, что показатели все повысились, я реально себя стала чувствовать лучше. Как-то я стала бодрее, веселее, радостней, активней стала. И да, хочу сказать, что нужно постоянно следить за собой. Пожалуйста, проверяйтесь перед планированием беременности. Во время беременности обязательно, обязательно, женщины, мои дорогие, после родов мы проверяемся. Не забывайте следить за здоровьем своих близких, своих деток. Их тоже проверяйте, пожалуйста, чтобы все было у вас замечательно. К сожалению, анемия это то, что может возвращаться, как я уже сказала, при большом стрессе, при большой кровопотере. Беременность и роды это у нас ресурсово затратное время, в котором женщина как раз-таки может и потерять большой запас крови. На этом я буду заканчивать. Ролик получился опять-таки, мне кажется, большим или не большим, не знаю, ну вот такие болтологические ролики. Я не знаю, интересно они вам или нет. Пожалуйста, напишите в комментариях, дайте обратную связь. Обязательно поставьте лайк, не жалейте мне, это очень необходимо для развития канала. Напишите в комментариях, была ли полезна вам эта информация, которую я дала. С чем вы согласны или с чем вы не согласны. Или просто напишите, что вы рады за меня. Таким образом мы с вами восполним этот энергообмен, потому что я дала вам, вы дали мне обратно лайк, комментарий. И я буду рада, если видео наберет достаточное количество просмотров и будет кому-то полезно. Ну все, на этом заканчиваю, всех обнимаю, целую. С вами была Аня, пока! Субтитры сделал DimaTorzok